Клинические испытания вакцины начнутся 23 апреля. Источником коронавируса являются летучие мыши. Он не был создан в лаборатории. Онлайн перейдет значительная часть бизнеса. Собак и коша проверят на коронавирус. В Британии начинают испытания вакцины против COVID-19 на людях. Коронавирус имеет животное происхождение и признаков. Лабораторного вмешательства нет. Философы предсказывают смерть мегаполисов после пандемии. О королеве Великобритании Елизавете II исполнилось 94. Но из-за эпидемии именинница осталась без праздника. Все самое интересное сегодня в обзоре «Коронавирус в мире». Здравствуйте! Пожалуй, самое важное новое сегодня в Британии. В этот четверг начнутся клинические испытания вакцины против коронавируса, сообщает BBC. Вакцину разрабатывают в Оксфордском университете и в Имперском колледже Лондона. По словам министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока, испытания на людях начнутся 23 апреля. Как заявил Хэнкок, разработка вакцины имеет настолько критическое значение, что Британия готова бросить все силы на ее создание и уже инвестировала в борьбу с коронавирусом больше, чем любая другая страна. Также сообщается, что в начале апреля треть смертей в Англии были от коронавируса, выросло и количество смертей по другим причинам. Чем вызван этот рост, пока до конца не ясно. Одно из возможных объяснений – нежелание обращаться в больницу в разгар эпидемии даже в случае острой необходимости, пишет BBC. И впервые за 68 лет Британия не отпраздновала день рождения Елизаветы II. Королеве в Великобритании исполнилось 94, но в этом году она распорядилась не проводить традиционный салют, поскольку считает его неуместным на фоне пандемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что источником коронавируса являются летучие мыши и что он не был создан в лаборатории, сообщает Риттер «Все имеющиеся данные указывают на животное происхождение вируса и на то, что это не вирус, подвергшийся манипуляциям или синтезированный в лаборатории или где-либо еще. Вероятно, скорее всего, этот вирус животного происхождения передает ВОЗ». Напомню, ранее американский телеканал Fox News сообщил о том, что коронавирус был создан в Уханьской лаборатории. Также Трамп обвинил ВОЗ в том, что она скрывала факты о новом вирусе и поддерживала Китай. Ко всему прочему, ВОЗ заявили, что надежды на формирование коллективного иммунитета напрасны, так как коронавирусом были инфицированы только 2-3% человечества. Антитела, свидетельствующие об инфицировании COVID-19, есть всего у 2-3% населения планеты. Этого недостаточно для формирования коллективного иммунитета, передает Guardian. Ранее ученые из разных стран предлагали намеренно инфицировать людей новым типом коронавируса, чтобы выработался коллективный иммунитет, который, по мнению специалистов, был бы эффективнее вакцины и в дальнейшем бы предотвратил пандемию. Каждый третий житель Стокгольма может заразиться коронавирусом. К 1 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на шведских эпидемиологов. Напомню, что Швеция – единственная страна Евросоюза, отказавшаяся от карантина во время пандемии. К слову, Швеция и Казахстан примерно в одно время вышли на платы заболеваемости. Однако в Казахстане с численностью населения 18 миллионов человек насчитывается более 2 тысяч заражений и 19 погибших. В то же время в Швеции с населением 10 миллионов зафиксировано более 15 тысяч зараженных и примерно 1800 погибших. Автор книги «Черный лебедь» предсказал смерть мегаполисов после коронавируса. Американский философ-публицист Насим Талеб в интервью РБК рассказал, как пандемия изменит бизнес и мировоззрение людей. Эпидемия ускорит онлайн-обучение и образовательные учреждения смогут серьезно сэкономить на зданиях. Также в онлайн перейдет значительная часть бизнеса. Офисы не исчезнут, просто станут меньше и люди не будут ездить туда каждый день, считает Талеб. Этот тренд, по его мнению, убьет города. Люди начнут массово переселяться из городов в сельскую местность. Почему мужчины болеют чаще, чем женщины, названа самая неожиданная причина. Женщины преодолевают болезнь за 4 дня, а мужчинам для выздоровления нужно не менее 6. Об этом пишет таблоид Daily Mail. Специалисты выяснили, что причина больше заболеваемости мужского пола кроется в особенностях мужской репродуктивной системы. По версии ученых, частицы вируса присоединяются к клеткам белка, обитающего в тестикулах. Коронавирус собирается именно в тестикулах, там он прячется и от иммунной системы. Это позволяет инфекции длительное время сохраняться в организме. Собак и кошек в России проверят на коронавирус, пишет газета «Взгляд». Экспресс-тестирование, предложенное Росельхознадзором, коснется не всех домашних животных, у хозяев которых диагностирован COVID-19. Проверка будет выборочной. Ее цель – сбор предварительной информации. Напомню, ранее в Ухане сообщалось о 15% кошек, переболевших к новым типам коронавируса, а также об одной заболевшей тигрице из зоопарка в Нью-Йорке. Передача вируса от домашних животных к человеку не доказана. Однако в соседней России будут изучать вопрос для того, чтобы оценить степень распространения инфекции среди домашних животных. Названа новая температура для уничтожения коронавируса. COVID-19 погибает при температуре плюс 60 градусов по Цельсию, как показывают некоторые исследования. Однако, согласно последним данным, представленным учеными из Франции, для гибели вируса необходимы гораздо более высокие температуры. Вирус разрушается при температуре плюс 92 градуса по Цельсию. Ну, а у меня на этом все. Если выпуск был информативным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующую подборку самых интересных новостей. Это был ежедневный обзор «Коронавирус в мире». Встретимся завтра.